МОТОКРОСС В классе хобби наших известных мотогонщиков Алексея Скомарохова и Михаила Маклакова. В конце мая мы собрались ездить в город Кострому на первый этап России по мотокроссу. В первый день квалификация сделали два заезда, в котором мы заняли четвертое место, восьмое место. Во второй день двух этапов собрали 50 человек и данный старт у меня был под номером 8. И был общий старт, прокатились в принципе хорошо. Я пришел, ходил четвертым, пятым, но подвела немножко техника, приехал восьмым. В итоге я вошел в десятку сильнейших России. И поделитесь с нами секретом, где вы изыскиваете средства. Потому что очень часто, общаясь со спортсменами, деньги, деньги это самое главное. Не хватает денег. Да, это, конечно, глубоко печально. Мы ездим на такие соревнования, такого уровня, как первенство России, за свой счет в данном случае. Берем деньги от семьи. Радно заметить, что нас уже теперь не двое, как сказал Роман, у нас уже было трое на этих соревнованиях. И еще к соревнованиям готовятся люди. Просто еще рановато им ездить на соревнованиях такого уровня. А сейчас с нами был еще один угличский гонщик, Валерий Иванов. Он, в принципе, удачно прошел в квалификацию и попал в финальный заезд. Но в финальном заезде немного у него не заладилось. И он проехал всего один заезд. Михаил, я знаю, что у вас есть мечта возобновить в Угличе спустя многие годы региональные, межобластные соревнования по мотокроссу. Как сбывается, как осуществляется эта мечта? Я вижу, вот сейчас мы находимся здесь на левом берегу. Трактор стоит, техника. То есть, видимо, дело двигается, да? Да, мечта потихоньку воплощается и становится реальностью. Потому что, ну, помогает нам. Хотелось бы о том, кто помогает, поподробнее расскажите, пожалуйста. Для подготовки трассы нам здорово помог, конечно, директор ДСУ-2 Александр Львович Никитин. Также огромное спасибо хочется сказать трактористу этой организации Смышляеву Виктору Палычу, который сделал все. Сами видите, какие трамплины, какие прямые. Ну, в общем-то, сейчас идет на данный момент сбор спонсорских средств у нас для формирования призового фонда. Основная часть, в принципе, уже набрана. Кое-что нам, как вы уже говорили, копейки обещал выделить городской комитет по делам культуры, молодежи и спорта. Ну, что еще добавить? Я думаю, что 2 августа на нашей трассе мы увидим ведущих гонщиков Российской Федерации. Потому что, вот, когда мы были в Костроме, подходили люди, интересовались, просили положения о соревнованиях. В частности, на данный момент мы пригласили уже спортсменов из города Вологды, Владимира, Коврова, Нижнего Новгорода, Москвы. Ну, также, естественно, спортсменов в нашей области. Это Ярославль и Рыбинск. Ну, что ж, спасибо. И я думаю, Михаил и Алексей, я думаю, что ваша мечта сбудется именно 2 августа или в начале августа. Действительно, здесь пройдут спустя многие годы мотогонки, которые соберут много участников и много зрителей. Да, еще хотелось бы добавить, что 2 августа мы планируем провести заезды не только спортивных мотоциклов, а также для всех любителей нашего города или других городов. Тот, кто действительно не имеет средств на покупку спортивной техники, но увлечен мотоциклами, мы приглашаем принять участие в заезде класса дорожных мотоциклов. Что для этого надо? Для этого надо мотоцикл рабочим объемом от 125 кубических сантиметров и выше, кроме тяжелых, конечно, Урала и Днепра. А для участия в соревнованиях нужно просто прийти на регистрацию и иметь при себе страховку от несчастного случая или смешанную страховку. И судейская коллегия допустит к соревнованиям. Также будут в этом классе разыграны призы, победители будут награждены ценными призами. Продолжение следует...